Получить травму на катке несложно, но кто должен нести ответственность? В местном паблике появился гневный пост, что на одном из катков Улан-Удэ небезопасно. Папа упал с левого края, коньки попали в выбоину. Упал, повредил спину. Кассовых чеков парень-администратор не даёт, потому что у него нет контрольно-кассовой машины. Никакой информации нет, чей каток и что за организация его построила. Пишу сюда, чтобы предупредить, что на катке в парке юбилейном небезопасно. Чтобы проверить подлинность информации, мы отправились на злополучный каток в парке юбилейный. Но, как оказалось, и лёд гладкий без выбоин, и контрольно-кассовая машина имеется. И вся информация о владельце висит на видном месте. И, по словам администратора, к ним с претензиями никто не обращался. Вот прям таких, чтобы приходили, сказали, что я упал, а спину повредил, таких у нас не было на этих днях. Порядок правил, который есть и на льду, и здесь, мы не несём ответственность никакую за то, что он упал там. А это даже, если это по вине, что лёд плохой? Ну, как бы он у нас не настолько плохой, бывает. Бывает? Как бы бывает, да, что вот люди приходят, но и сами намеренно как бы портят его. Как бы, ну, мы, конечно, заливаем, берём ведро, идём, да, выливаем туда, заливаем эти дырки, трещины. Ухаживают за льдом везде по-разному. Например, каток на центральном стадионе заливают каждый день по 4 часа. Здесь сначала убирают снег, потом специальная машина срезает все бугры и тут же создаёт новый слой. Что касается травм, то в правилах, как написано, администрация за это ответственность не несёт. Исключение составляет, если лёд всё же некачественный. Ну, и здесь все травмы рассматривают отдельно. Все травмы, они рассматриваются у нас индивидуально. У нас есть видеонаблюдение здесь. У нас есть правило, что кататься, допустим, надо по часовой стрелке определённой. Мы будем рассматривать, ну, каждую травму рассматривать индивидуально. Если всё же человек уверен, что получил травму из-за некачественного льда, то он вправе потребовать возмещения убытков. Для этого нужно написать заявление в адрес администрации катка и по возможности зафиксировать состояние льда. Перечень обязательных доказательств, он законодательством не регламентирован, но любая информация, которая поможет более объективно разобраться в этой спорной ситуации, она, безусловно, необходима. То есть, будет ли это фото, видео, материал, показания свидетелей, это в любом случае будет учтено при рассмотрении и расследовании данного случая. Если хотите застать хороший лёд, то специалисты говорят, лучше приходить в первую половину дня. А если вечером увидели ямы или трещины, то об этом лучше сообщить администратору катка. Валерия Каратуева, Андрей Дармаев, Новости дня.